Поговорим немножечко о таком вопросе, который мало вообще кто затрагивает, и который я сейчас начинаю активно развивать, это проблема мышц тазового дна. Почему это именно входит в рамки беременности и послеродовом периоде вообще в процессе родов? Дело все в том, что когда мы рожаем, что нам говорят? Кричат, тушься, тушься, какай. И вот частые вопросы, как вот потужиться и покакать так, чтобы геморрой у нас не вылез, либо у нас не было опущения. Так вот, это зависит в большинстве случаев от того, какие у вас проблемы уже были до. Если у вас мышцы тазового дна работают неправильно, вы не сможете правильно тужиться, вы не сможете правильно какать. Что происходит? Особенно часто, когда начинаем разбирать, сейчас у нас команда, мы как раз этим занимаемся, у нас пациентов уже много, и мы начинаем с ними разбирать ситуацию, выяснять, что рожала долго, вытуживать из себя не могли, ребенка выдавливали, пришлось делать эпизиотомию, и не получалось тужиться, не понимая, что происходит. Так это говорит о том, что происходит дискоординация мышц тазового дна. Вы тужитесь, что должно произойти? Раскрытие, да, и ребенок выходит. Но когда вы тужитесь, у вас происходит схлопывание. Все, ребенок туживается в спазмированные мышцы тазового дна, и отсюда все проблемы. И от того, что если вы не можете правильно управлять мышцами тазового дна, если вы не можете нормально опорожняться, если у вас есть уже проблемы с дефекацией, с опорожнением, вы ищете вынужденное положение тела, то, скорее всего, в процессе естественных родов разрешения могут быть проблемы, потому что вы не знаете, как это все делать, вы не знаете, как это все тужится. И вот эти вот штучки относительно того, что сейчас там вагетоны, да, и это хорошая вещь, замечательная, но проблема в чем? Что вагетоны, там и различные стимуляторы влагалища, что происходит? Вы воздействуете только на фактор 1, на мышцы, которые окружают влагалище. Да, у вас радость, вы сегодня держите такой шарик, завтра влагалищем держите вот такой шарик. С ума сойти, с ума сойти. А послезавтра будете вот такое держать. Но это не решает проблему мышц тазового дна, это укрепляет мышцы вокруг влагалища, да. Но слабость мышц тазового дна и слабость конкретной мышцы может быть обусловлена не тем, что эта мышца слаба, а может быть обусловлена тем, что рядом мышцы находятся в гипертонусе. И для того, чтобы скомпенсировать нашему организму хоть как-то, происходят соседние мышцы, расслабляются. И от того, что вы эти мышцы, которые в принципе компенсаторно расслаблены, начинаете их тренировать, рядом мышца еще больше спазмируется. И пока вы этого не понимаете, у вас радость, эйфория. О, хорошо. О, да, там все замечательно. А потом что начинается? Начинается декомпенсация. Все это еще больше разрушается. Поэтому, когда работаем с мышцами тазового дна, в частности, проводим стимуляцию, проводим бостерапию, работаем на все мышцы. Мы вплоть до того, что работаем с мышцами брюшного пресса. Мы ставим специальные датчики, у нас есть многоканальные датчики, которые были разработаны специально под нас, одной командой совместно с американцами. То есть аналогов такого оборудования нет в России пока еще. И надеюсь, что долго не будет, потому что мы как раз на нем будем активно работать. Мы ставим, то есть у одного пациента мы можем контролировать не только влагалище, не только прямую кишку, а мышцы тазового дна. То есть четыре канала, которые мы можем абсолютно в разные места поставить и посмотреть вплоть до того, каким образом вы начинаете какать, как вы тужитесь. Для того, чтобы решить акт дефекации, мы должны правильно натужиться. То есть у нас происходит сокращение мышц брюшного пресса, сокращение мышц грудной клетки, диафрагма опускается, мы натуживаемся, и пошла первая фаза дефекации, акта дефекации, которая состоит из пяти фаз. То есть акт дефекации у нас многофазовый процесс, поэтому не так все просто. И вот до того, если вы неправильно напрягаете мышцы брюшного пресса, вы уже неправильно какаете, у вас уже проблемы с дефекацией. И, следовательно, проблемы могут быть с естественным родоразрешением. И проблемы в послеродовом периоде, потому что мышцы совершенно не сокращаются, и вы не понимаете, что происходит. И вот как раз этими вопросами мы занимаемся. Мы восстанавливаем, во-первых, мы выясняем, что действительно происходит. Есть дисэнергия. Какая дисэнергия? Она тоже разная. Имеется ли опущение, имеется ли инвагинация, имеется ли синдром абструктивной дефекации, когда это мешает опорожняться. Имеется рактоцелия, передняя или задняя. Это тоже все очень-очень сложно. И только после этого подбирается комплекс лечения и комплекс восстановления мышц тазового дна. Поэтому, еще раз говорю, мы рождены с вами дамы природы, чтобы давать жизнь поколению своему, но при этом мы очень-очень сильно страдаем. И наше тазовое дно очень-очень сильно страдает. Поэтому нужно заботиться о себе, ни в коем случае не полагаться на то, что само все пройдет, что надо потерпеть, и потом, может быть, у нас будет счастье. Счастья не будет, если мы его собственными руками не сделаем. Поэтому, еще раз говорю, любые протологические проблемы во время беременности нужно и можно лечить. Самостоятельно назначать себе препараты не совсем правильно. И необходимо заботиться о себе. Но, наверное, это позитивная ночь. Я заканчиваю свое вещание. Огна Субтитры создавал DimaTorzok